приветик дорогие сегодня я хочу с вами пообщаться на очень непростую и неоднозначную тему что такое протеин и зачем он нам девушкам нужен в этом видео я хочу разобрать ваши вопросы по поводу протеина и наконец-то убедить вас в том что протеин не вреден и он не химия так что прежде чем обвинять его давайте разберемся что такое протеин и так протеин от английского слова протеин есть белок тот самый белок который указывается на упаковке с любыми продуктами рядом с жирами и углеводами поскольку белок является главной составляющей нашего организма его употребление в достаточном количестве более важно чем употребление всяких микроэлементов и витаминов с протеином устоялась такая четкая ассоциация что это какой-то порошок в неизвестной банке с нарисованным перекачанным мужчиной и из-за этого столько вопросов а не химия ли это протеины то есть белки состоят из аминокислот и является самым главным строительным материалом всего живого организма и отвечают за рост обновления и регенерацию тканей пищеварение и усвоение пищи доставку питательных веществ к органам и тканям иммунитет и защитные реакции и нормальный гормональный фон по сути протеин это обыкновенная еда очень давно когда производство протеина только начала зарождаться протеин в себя представлял обычное сухое молоко последовательно его конечно начали обезжиривать и добавлять всякие минералы и витамины с развитием технологий удалось разделить молочно-сывороточный белок и казеин это две составляющие молочного белка казеин обладает низкой степени усваиваемости а молочно-сывороточный белок усваивается быстро и почти на сто процентов теперь давайте разберемся во всем этом многообразии протеина почему они все такие разные какие бывают виды протеина первый раз покупая протеин спортивном питании можно заметить что коробочки и баночки расставлены по-разному это не потому что они там весят по-разному все зависит от того каким способом произведен этот протеин более дешевым способом или более дорогим я вам расскажу о самых основных видах протеина они бывают яичные сывороточные казеиновые и соевые и начну я с яичного протеина на сегодняшний день принято считать что яичный протеин лучше всего усваивается организмом человека состав куриного яйца входит много различных белков а белок куриного яйца это практически стопроцентный протеин именно поэтому в спортсмены едят столько яиц дальше у нас сывороточный белок он обладает самой высокой скоростью расщепления вследствие чего снабжает наш организм высококачественными белками молочной сыворотки сывороточный протеин обычно поставляют в трех формах это концентраты изоляты и гидроизоляты концентраты как правило содержат в себе немного жиров и холестерина однако степень их очистки не слишком высока доля биологически активных веществ и углеводов виде лактозы равняется от 29 до 89 процентов изоляты подвергаются более тщательной очистки и содержание белка здесь на уровне 90 процентов для изолятов и концентратов характерен молочный вкус гидроизоляты легко усваиваться человеческим организмом практически на сто процентов состоят из белка но естественно цена здесь кусается да и вкус у него горьковатый козейновый протеин это долгоиграющий протеин сложного строения на его расщепление уходит примерно 6 8 часов тем самым он равномерно и постепенно снабжает наш организм аминокислотами также он хорошо подойдет как и для набора мышечной массы так и для похудения соевый протеин является хорошей альтернативой другим белкам для тех спортсменов у которых аллергическая реакция на лактозу или просто для вегетарианцев какой протеин лучше и какой фирмы выбрать зависит от ваших индивидуальных особенностей ваших целей и ваших финансовых возможностей так как это удовольствие не из дешевых здесь все-таки лучше не продешевить все-таки скупой платит дважды так теперь давайте перейдем к приему протеина сколько его нужно пить когда его нужно пить как долго его нужно пить и вообще нужно ли его пить девушкам отвечу вам коротко и ясно надеюсь вы это запомните протеин нужно пить только в том случае если ваш дневной рацион питания не включает достаточное количество белка а именно 2-3 грамма на 1 килограмм вашего веса или же у вас нет возможности качественно и часто питаться сразу хочу здесь выделить подростков так как большинство моих зрителей это девчонки от 12 до 15 лет девочки вы большие умницы что вы стараетесь правильно питаться заниматься спортами я это очень ценю но девчонки вам не нужен ни протеин никакое любое спортивное питание вашем возрасте нужно всего лишь правильно питаться и больше двигаться больше ничего не потому что плохой протеин он химия и так далее как вы поняли это уже все неправда просто питайтесь правильно двигайтесь больше и тогда у вас все получится никакое спортивное питание вам не потребуется и так как вы уже поняли что человеку нужно около двух-трех грамм белка на один килограмм его веса за один прием человека может усвоиться около 30 грамм белка то есть если вы допустим весите 60 килограмм в сутки вы должны потреблять около 120 180 грамм белка это не значит что за один день вы должны выпить столько коктейлей на 120 грамм белка конечно же из пищи вы получите примерно 100 грамм белка а уже не достающие белки вы уже будете топивать этими протеиновыми коктейлями в том виде которым продается протеин то есть в порошке в баночке конечно его нельзя употреблять так вот ложками конечно его нужно разводить в воде в соке в йогурте в молоке в чем угодно в чем вам больше нравится в воде предпочтительней конечно и всегда читайте упаковки что написано сзади этой баночки читайте порции ваши знаете здесь всегда на вот этой ложечке все написано сколько здесь грамм вы будете добавлять ваш шейкер протеин быстрого усвоения и расщепления такой как яичный и сывороточный можно употреблять после часа в вашей тренировки также сывороточный протеин можно употреблять в период между приемами пищи так как он хорошо утоляет чувство голода не стоит пить протеин сразу же после еды так как белок усвоится в небольшом количестве или вообще не усвоится протеин который постепенно и долго снабжает наш организм белком такой как казеиновый нужно принимать утром сразу же после сна или вечером за час до сна а насчет того как долго принимать эти дозы протеина вообще принимать протеин зависит от вас если в вашем национе достаточное количество белка вы уверены в том что вы потребляете это достаточное количество белка которыми говорила то вообще нет необходимости пить протеиновые коктейли самое главное что я хочу до вас донести это то что протеин не производят в каких-то лабораториях с колбочками с химией со знаком внимания радиация нет такого не бывает протеин как поняли производится обычных для нас продуктов очень жду ваши комментарии по этому поводу будет интересно почитать а я с вами прощаюсь всем удачи пока